Равноапостольный Косма-Эталийский Слово четвертое Вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное семя упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, овяло, и так как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, да слышит. Так пишет в Святом Евангелии славный святой апостол-евангелист Матфей. Вот о чем говорится в этой притче. Некий земледелец вышел из своего дома, взял семена и пошел засеивать свои поля. И когда он сеял, все семя не упало в одно и то же место. Часть упала на дорогу, часть на камни, часть в колючке, а часть на плодородную почву. То семя, которое упало на дорогу, не проросло, потому что земля там была жесткая и утоптанная проходящими людьми. Прилетели птицы небесные, склевали семя, и земля не принесла никакого плода. Другое семя упало на каменистую почву, где почти не было земли. Поначалу семя проросло, но когда вышло солнце и пожгло его, не имея корней, растение засохло и не принесло никакого плода. Другие семена упали среди сорняков, они тоже проросли, но со временем были задушены сорняками и погибли. То семя, которое попало на плодородную почву, тоже не принесло одинакового плода. Например, упавшее в низину принесло во сто крат, упавшее в менее плодородную землю в шестьдесят, а в малоплодородную в тридцать. Теперь, мне кажется, смысл притчи стал вам более понятен, однако еще не в достаточной мере. Мне кажется, стоит объяснить ее еще более простыми словами. Прежде всего, скажем, кто такой земледелец? Что означают его дом, семена, поля, дорога, камень, сорняки и плодородная земля, которая принесла плода во сто, шестьдесят и тридцать крат больше, чем была посеяна? Теперь, мне кажется, вы поймете притчу гораздо лучше. У Господа и Бога нашего Иисуса Христа, братья мои, есть много разных имен. Он именуется и Богом, и Сыном Божиим, и Сыном Человеческим, и Мудростью, и Жизнью, и Воскресением. Среди прочего, его называют и Сеятелем. Итак, Господь наш вышел из своего дома. Что за дом у нашего Христа? Сущность его Отца. Господь наш единосущен своему Отцу, и мы, благочестивые христиане, верим, прославляем и поклоняемся его воплощению. Умилостивился Сын и Слово Божие, жизнь вечная, и воплотился от Владычицы нашей, Богородицы, и Преснодевы Марии, как совершенный Бог и совершенный человек. Как он весь вместился в утробе Богородицы, оставаясь при этом вездесущим. Как все лучи Солнца сами по себе заключены в нем, и в то же время разлиты повсюду, по всему миру, так и Господь весь заключен и в природе Отца, и в очреве Богородицы, и повсюду. Человек может умом своим одновременно находиться в городе или дома, размышлять о своих детях, и в то же время ум его продолжает находиться в голове. Человек, который есть творение Божие, обладает такой возможностью. А Бог разве не в силах, находясь на небе, быть повсюду? Итак, братья мои, Господь вышел из дома своего, чтобы засеять свои поля. Что это за поля? Это людские сердца. Что за семя? Святое Евангелие, вера, крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, любовь к Богу и нашим братьям. И как земледелец пахивает поля и сеет семя, так и Господь взрыхлил людские сердца. Своим мучением и насадил в них жизнь вечную. Что символизирует дорога? Имеется в виду гордый человек, сердце которого очерствело и затоптано житейскими заботами. Он слышит Слово Божие, но оно не трогает его сердца. Прилетает птицы, небесные демоны, и съедают семя, а человек остается бесплодным и гордым, не принеся своей душе никакой пользы. Что такое камень? Камень – это сердце человека, который не слышит Слово Божие, но и с радостью его принимает. Однако у него нет благоговения ко Христу, к нему приходит какое-нибудь искушение, и он от него отрекается, переходя на сторону дьявола. Что значит терния? Терния – это блудник, он тоже слышит Слово Божие, но затем приходят блудные страсти, душат его, и он пропадает, не принося плода. Что означает добрая почва, воздавшая в сто, шестьдесят и тридцать крат? Во сто крат воздал совершенный человек, в шестьдесят – средний, а в тридцать – более посредственный. Но тайный смысл, заложенный в этой притче, вы пока еще не постигли. Поэтому, мне кажется, стоит привести по примеру на каждый случай изложенной притчи, чтобы вы лучше ее поняли. Начнем с объяснения, что такое дорога. Можно было бы привести много примеров, но для того, чтобы понять ее значение, нам будет достаточно и одного. В древние времена жил человек по имени Монассия. Всеблагой Бог удостоил его стать царем иудейским. Пятьдесят лет он мучил еврейский народ своей жестокостью. Учителя и пророки учили его управлять народом праведно и с любовью, но он не слышал слова Божие. Он был жестокосердным. В сердце его не было покаяния. Оно было подобно утоптанной дороге. И что же сделал Всеблагой Бог, видя его злочестие? Он попустил царю с востока напасть на Монассию и взять его в плен. Царь велел поместить его в котел, чтобы наутро сжечь, принеся в жертву идолам. А Монассия, сидя в этом медном котле, вспомнил о своих грехах, заплакал, стал просить Бога спасти его, обещая пред не грешить. Бог, видя доброе расположение и раскаяние Монассии, принял его покаяние и послал ангела спасти его. Монассия продал свое имение, раздал их как милостыню и остаток жизни подвязался в посте, бдении, молитве, страданиях и попал в рай, чтобы вечно радоваться. Братья мои, есть ли среди вас тот, чье сердце жестоко и затоптано, как сердце Монассии? Кто одержим гордостью? Пусть покается, вспомнит и восплачет о своих грехах. Он должен быть уверен, Бог примет покаяние любого искренне покающегося человека, как принял покаяние Монассии. Теперь, мне кажется, с помощью этого примера вы поняли, что означает дорога. Теперь скажу и о камне. Есть много примеров, но мы обратимся лишь к одному. Вспомним апостола Петра. В Великий Четверг вечером Господь, как сердцеведец и Бог, знающий все градущее и, конечно же, ведающий сердечные помыслы иудеев и иуды, сидел и учил святых апостолов. Петра. 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 Не тщеслався. Нет, Господи, я готов и кровь свою пролить ради любви к Тебе. Христос ответил на это. Хорошо, Петр, время покажет. Нет, Господи, не случится никогда такого, чтобы я от Тебя отрекся. Господь снова сказал ему. Не возносись, Петр. Ты, который сейчас говоришь, что не предашь меня, сегодня вечером, прежде чем дважды прокричит петух не один или два, а три раза отречешься от меня. Господь лучше знал сердце Петрова, чем сам Петр. Однако тот вновь возразил ему. Нет, Господи, даже если все от Тебя отрекутся, я никогда этого не сделаю. Господь ответил. Когда палит солнцем, тогда становится ясно, есть ли корень уколоса. Если нет, он засыхает. Так и с каждым христианином. Если приходит искушение, и он не отречется от Христа, тогда станет ясно, чего стоит его вера. Пришел час, и Господь добровольно предал себя в руки беззаконных иудеев. Апостолы, как он и предсказывал, все разбежались. Иудеи взяли нашего Христа и отвели во дворец Анны и Каиафы. Где стали его допрашивать. Петр также пришел туда и издалека наблюдал, что хотят сделать с Господом. К нему подошел один иудей и спросил. Ты тоже был вместе с Христом? Петр отвечал ему. Нет, я не с ним. Не знаю, что это за человек. Слышите, братья мои, что сделал Петр? Он отрекся от Христа. Встал, таким образом, на сторону дьявола. Ибо тот, кто отрекается от Бога, уходит к дьяволу. Сначала Петр стоял, желая увидеть, что будет со Христом. Затем направился к двери, желая уйти. Тут-то к нему и подошел другой иудей. И ты был со Христом? Надо и тебя осудить с ним. Петр опять сказал. Я не видел его. Не знаю Христа. Не знаю, кто он. Когда он добрался до выхода, его остановил еще один иудей. И ты был вместе со Христом. Я узнал тебя. Надо и тебя распять с ним. Петр ответил. Будь я проклят, если я лгу. Я не знаю этого человека. Слышите, братья мои, как тот, кто говорил, что прольет свою кровь ради любви ко Христу, теперь отрекся от него и ушел к дьяволу. Отрекся от света, приблизившись ко тьме. Отрекся от жизни вечной, выбрал смерть. И как только Петр отрекся, о чудо, то час, как и говорил Господь, возгласил петух. Когда Петр услышал его, сердце его сжалось от боли. Он выбежал из двери на улицу, пал на землю, плача и рыдая горючими и горькими слезами. Слезы из его глаз лились непрерывно, как реки. И на протяжении всей своей жизни он, слыша пение петуха, плакал, вспоминая о своем отречении. Господь был распят по своему произволению, воскрес на третий день. Явился семи женам мироносицам, благословил и обрадовал их следующими словами. Пойдите к моим ученикам, возвестите им о моем воскресении. Пусть придут в Галилею, я хочу их увидеть. Пусть приходит и Петр. Почему же он отделил Петра от других апостолов? Чтобы тот понял, что Господь принял его покаяние и простил его. Апостолы, встретив Христа, получили благодать Святого Духа. Был там и Петр. Христос сказал ему, Петр, Петр, любишь ли меня? Трижды спрашивал его об этом Господь во исправление его трехкратного отречения и возвел Петра в его первое достоинство. Впоследствии Петр прошел в восток и запад и обратил в христианство тысячи людей. Его схватил один древнеримский император и понуждал отречься от Христа и поклониться идолам. Но Петр ответил, я уже три раза отрекался от Христа. Делай со мной, что хочешь, но больше от него не отступлю. А в одном прошу тебя, распни меня головой вниз для большего позора. Император долго и повсячески истязал и мучил Петра, затем распял его головой вниз. И предал Петр свою святую душу в руки Христа, наследовав вечную радость Рая. Есть среди вас кто-нибудь, кто, как Петр, отрекся от Христа? Пусть плачет и кается. Он должен быть уверен, что Христос примет его раскаяние, как принял и покаяние Петрова. Только не надо впадать в отчаяние. Мы сказали о камнях, скажем, Этерния. Есть много примеров на эту тему, а мы обратимся к одному из них. Преподобная Мария была 12-летней девочкой, когда попала в сети дьявола. День и ночь она пребывала во грехе. Всеблагой Бог просветил ее, и она оставила мир, удалившись в пустыню. Там она подвязалась 40 лет, питаясь только тремя хлебами, очистилась и стала подобной ангелу. Бог, желая ее утешить, послал ей одного святого подвижника по имени Зосима, исповедовать ее и причастить божественных тайн. Аба видел, как Мария стояла в воздухе, не касаясь земли. Исповедовал ее, причастил божественных тайн. Святая предала свою святую душу в руки Всеблагого Бога и ныне радуется на небесах с ангелами. Если есть среди вас кто-либо мужчина или женщина, блудник, подобный святой Марии, пусть в сей час плачет и кается, пока есть время. И пусть будет уверен, что Бог спасет его, как спас и преподобную Марию. Мы поговорили о трех путях грешников. Хотите, теперь расскажу и о трех путях праведников. Или вы их знаете? Прежде всего, скажем о доброй почве, воздавшей стократный плод. У нас много примеров на эту тему, но ограничимся привидением одного. Поговорим о женщине, чтобы нашим сестрам не было обидно, и они не говорили, что мужчины могут творить добро и спасаться, а они слабы и не могут. Вспомним святую Параскеву. Святая была двенадцатилетней девочкой из благородной семьи. Ее родители умерли. Параскева построила высокую башню и перенесла в нее все свои вещи. Она нарумянила лицо, украсила свои глаза черным цветом, а губы красной помадой. Вставила в уши серьги, надела золотой пояс, красивое платье и ботинки на целую пять выше, чем у других девушек. Так украшала себя святая. Есть ли здесь девушки, которые желают себя украшать? Пусть берут пример со святой Параскевы. Теперь посмотрим, что символизирует высокая башня. Это царствие небесное. Святая раздала все свое имущество нищим и этим приобрела себя рай. Чем красила свои глаза? Не тушью, как это делают некоторые безрассудные женщины, чтобы нравиться мужчинам. Святая каждое утро вставала на расцвете и, думая о грехах, которыми оскверняют себя христиане, плакала, орошая лицо горькими слезами. Что означают серьги? Она изострила свой слух, благоговейно внимая словам святого Евангелия. Чем она красила свои губы? Не помадой, а молитвой Господи Иисусе Христе. Словами правды. Что за ожерелье было на ней? От строгого поста ее шея светилась. Что такое золотой пояс? Это чистота, которую она хранила всю свою жизнь. Что обозначает платье? Это стыд и страх Божий. Что такое туфли на высоких каблуках? Ум, устремленный на небо, а не на землю. Она не думала о ложных, напрасных земных вещах, как другие девушки. Так украшала себя святая. Если есть среди вас какая-нибудь девушка, которая хочет себя украсить, пусть поразмыслит о добродетелях святой и поступит так же ради своего спасения. Итак, братья мои, святая Пороскева выучилась грамоте, стала премудрой, раздала все свое имущество нищим, сохранила чистоту в течение всей своей жизни. Господь удостоил ее дара чудотворения. Она исцеляла слепых, глухих, прокаженных и бесноватых, и даже воскрешала мертвых. Два иудея, исчадя дьявола, видя, что святая творит чудеса, позавидовали ей. Пришли к римскому императору Антонину и сообщили, что она христианка. Тогда император вызвал ее во дворец и сказал, Пороскева, отрекись от Христа, принеси жертву великим богам, и я сделаю тебя царицей. На это святая сказала, я не столь глупа и безрассудна, как ты, чтобы отречься от Христа и выбрать дьявола, и предпочесть смерть жизни вечной. А тебе самому почему бы не отречься от тьмы и прийти к свету? Слышите, братья мои, с каким дерзновением совсем молодая девушка разговаривала с царем. Тот, у кого в сердце Христос не боится целого мира. Если же и мы хотим не бояться ни людей, ни демонов, будем всегда иметь Бога в наших сердцах, и тогда нам ничего не будет страшно. Император сказал святой, даю тебе на раздумья три дня, если не придешь поклониться идолам, казню тебя, сварю в кипящем котле. На это святая сказала, то, что откладываешь на три дня, сделай прямо сейчас, я от Христа не отрекусь. Тогда император повелел развести большой костер и разогреть на нем смолу и серу. Видя кипящий котел, святая радовалась, что покинет этот бренный мир и перейдет в жизнь вечную. Когда император приказал бросить Параскеву в котел, она перекрестилась и сама вошла в него. Царь глядел два-три часа и, видя, что она остается невредимой, спросил, «Параскева, почему ты не сгораешь?» Святая отвечала, «Кристос отстудил жар». Чтобы удостовериться в этом, царь повелел брызнуть в него кипящей смесью. Девушка повиновалась, и тот час, о чудо, брызги, обожгли лицо императору и ослепили его. Тогда он воскликнул, «Велик Бог христианский, и я верую в Него. Параскева, скорее выходи, чтобы крестить меня». Святая вышла и крестила царя вместе со всей его семьей. Она проповедовала и крестила и в другом царстве. По прошествии некоторого времени царь другого государства схватил ее и обезглавил. И Параскева попала в рай, где вечно радуется. Святая принесла плод во сто крат и удостоилась пяти венцов. Первого за то, что раздала все свое имущество нищим. Второго за то, что научилась грамоте и стала премудрой. Третьего за то, что сохранила девство. Четвертого за проповедь в двух царствах и обращение людей в христианство. И пятого за то, что пролила свою кровь ради любви ко Господу. Есть ли среди вас тот, кто желает стать совершенным, как святая Параскева? Пусть подвизается ради своего спасения. Что делать, если кто-то не может принести стократный плод? Поговорим теперь о воздавшем в шестьдесят крат. 9 октября наша святая церковь празднует память святых Андроника и Афанасии. Они были мужем и женой. Бог даровал им двух сыновей, но они умерли в один день, когда им было 10 и 12 лет. Когда Афанасия плакала о своих детях, явился ангел Господень и сказал Афанасии, «Не плачь, твои дети радуются в раю, а ты встретишься с ними после второго пришествия». Афанасия сказала своему мужу, «Господин мой, тысячи мужчин и женщин сохранили девство на протяжении всей своей жизни. Мы же этого не сделали. Мы вступили в брак и насладились телесными удовольствиями. Бог подарил нам двух детей. Давайте перестанем монахами, чтобы вкусить небесных радостей и наследовать рай». Господином назвала Афанасия своего мужа. Это честь для женщины – называть мужа господином своим. Благословенный Андроник так отвечал ей, «Да будет так, да исполнится воля Божия, сестра моя». Он не просто назвал ее сестрой, но с тех пор они и жить стали, как брат и сестра. Раздались в свое имущество все бедным, ушли в монастырь и стали подвязаться в постей и молитве, претерпевая скорби и страдания. Так они заслужили спасение и рай. Они принесли плод в 60 крат, поскольку сначала жили плодски, а затем духовно. Если кто-нибудь из вас хочет принести плод в 60 крат, то пусть подвязается ради своего спасения, как святые Андроник и Афанасия. И если кто-нибудь из вас не удовлетворен своей женой и засматривается на чужих, пусть вспомнит святого Андроника и устыдится. А если какая-нибудь женщина недовольна своим мужем и хочет другого, пусть устыдится, вспомним о примере, который подала святая Афанасия. Не можете принести плод в 60, давайте поговорим о том, кто принес плод в 30. У нас много подобных примеров, но ограничимся одним. На востоке жил один священник по имени Иоанн. Он имел жену и 20 детей. Однажды его дом посетил епископ и, увидев детей, спросил Иоанна, чьи они? «Мои отчи, все честные», – отвечал отец Иоанн. «Бог дал мне их». Архиерей спросил, «А сколько же лет ты женат?» «18», – ответил священник. Тогда владыка сказал, «18 и имеешь 20 детей? Тебя должны были лишить сана». На это батюшка сказал, «Исповедуюсь тебе, отче, и как решишь, так и будет. Пусть исполнится воля Божья». И начал свой рассказ. Я, владыка, получил образование. В 18 лет стал чтецом. В 25 диаконом. А в 30, по просьбе мирян и епископа нашей местности, священником. Без всяких взяток. К сожалению, практика, когда церковные должности покупались за деньги, была очень распространенной во времена святого Космы. Это стало результатом политики османских завоевателей. С помощью крупных взяток можно было занять даже патриарший престол. «Женился я в соответствии с божественными законами. Прежде мы с матушкой исповедовались, венчались в храме, причастились в божественных тайн. А по прошествии трех дней соединились. И как только она стала беременной, перестали иметь близость до тех пор, пока она не родила. Когда после родов минуло 40 дней, мы вновь зачали ребенка и вновь удалились друг от друга. «Таким образом, владыка, мы за 18 лет и обрели 20 детей». Епископ сказал «Будьте благословенны, обретайте 50 и 100 детей». Священник научил своих детей грамоте, наставил их на путь истины, так что они и тут, на этой земле, прожили хорошо и после попали в рай, где теперь вечно радуются. «Хочешь и ты, брат мой, принести плод в 30 крат, как батюшка Иоанн, трудись сейчас, пока есть время и возможность, тогда спасешься». Таково толкование притчи, но ее содержание, открытое нам самим Господом, вы пока еще не до конца поняли. «Упавшие при дороге первое семя иудеи обречены на адские муки. Упавшие на камень второе семя – нечестивцы, их вера также тщетная и происходит от дьявола. Третье семя – упавшие тернии, геретики, вера которых также дьявольская. Четвертое семя – упавшее в добрую почву, вера благочестивых и православных христиан. Они спасутся». Но как? Каждый спасается по своим делам. Творил добро – попадет в рай, зло – отправится в ад. Весь мир можно поделить на четыре части. Три части для ада, а одна для рая. Тот, кто хочет спастись, пусть хорошо подумает над этой притчей. Субтитры создавал DimaTorzok